Анна Калмыкова на связи, Травница, строительство Роктерианец, 9-й год. Я с вами 15 минут каждый день в прямом эфире, когда-то больше, меньше обычно не бываю, чтобы ответить на ваши вопросы. Все, что вас интересует, можете писать, и я буду с радостью отвечать. Сегодня должен был быть у нас розыгрыш, очередной розыгрыш полезного видео среди всех, кто поставил лайк под последним постом, но, к сожалению, переносим на завтра розыгрыш, состоится розыгрыш двоих человек завтра. А сейчас у меня есть всего лишь 15 минут, не больше времени, и я уже начинаю отвечать на ваши вопросы. Смотрю. Здравствуйте всем. В гостях съела сыроедную конфетку, намешано много разных жиров и глюкозы. Появился метеоризм сыроед один год, что это говорит о том, что поджелудочный слабый или организм чистый. Это говорит о том, что ваша микрофлора не готова воспринимать вот такое смешанное количество, огромное количество продуктов, тем более семян, либо орехов со сладостью. Конечно, тело подсказывает, что нехорошо. Но откликайтесь просто, не обязательно поджелудочное. У нас, кстати, сегодня должен был быть розыгрыш видео с рецептами поджелудочной железы. Снова, потому что очень многие просили. Добрый день. Беспокоит ежедневное крово выделение из носа. Началось два месяца назад. Также было два раза, а не менее конечностей. Это слабые сосуды, что делается. Мне 26 лет, Таня Веганская, 70% сырое. Анастасия. Ежедневное. Надо сходить к уху горлу носа, узнать, к лору, узнать, что происходит. Может быть сосуд зацепили какой-то. Именно кровенистые выделения, небольшие сгустки. Либо это достаточно часто, длительно течет на носом кровь. Надо узнать, в чем дело, и тогда будет понятно, как с ним работать. Возможно, у вас определенный сосудик лопается, травмируется. Возможно, была какая-то травма, и, соответственно, вот так реагирует в дальнейшем. А не менее конечностей, да, разные недостатки витаминов приписывают. Но в большей части своей, это работа с сосудами. Да, вы правы. Мережка, аккуратно, пожалуйста. И что делать с сосудами? У меня есть в свободном доступе видео, что делать с сосудами. Зайдите в шапку моего профиля и пользуйтесь во благо этим видео. Когда можно начинать голодать по 3 дня насухо, во время грудного скармливания хочу заново пройти весенний курс иммуностимулирующий, но уже завершить его голодом. Дочке 1 год почти, проблема аллергической реакции у дочки. Анна, лучше поработайте с печенью, помогите дочке, почистите ее организм, тоже запустите антипаразитарку для дочки. Это лучше, чем вы сейчас войдете в голод. В голод, пока сейчас трехдневный голод у вас не выйдет, ну максимум полтора-двое суток это все, это потолок. Дочка потом будет висеть мне на груди, будет возмущаться, и вы будете видеть реально, что действительно молочка не хватает ее, для нее. Потому что один годик еще достаточно часто, то есть основной прием пищи это грудное молоко. Поэтому не форсируйте события, лучше переключитесь на другие чистки, сделайте лучше, опять же, чистку печени пройдите. Дочке помочь надо, годик уже можно много делать, у нас курс вот был с детками, и год и два дети были, выполняли достаточно много, и все получалось. Давай его сюда, Соротиборка, иди ко мне. Он не хочет. Можно ли употреблять копченую паприку? Если мы не на 100% сыроеден, то в принципе можно, но копченую, смотря кто как коптил, да, эту паприку, но... Копченую с жидким дымом. Лучше все-таки сушить самостоятельно, получше. Здравствуйте, если после антипаразитарки цветварную полынь и после касторки не было в калии паразитов, это значит, что паразитарка не подействовала? Нет, это не значит, что не подействовала. Есть разные, да, разные виды паразитов, разные особи, и все зависит от того, какая активность есть в теле. Возможно, не так активны паразиты и в симбиозе находятся. Не могу. Ага, все, ясно. Олечка, цветварная полынь слабая. Можете сделать горькую полынь, уже давать ребенку, вполне с вашим возрастом, и у ребенка можете давать, предлагать. Потому что цветварная все-таки слабая. Сделайте более сильные антипаразитарки. И вы же делали антиклизмы, вернее, капельницы, вот попробуйте параллельно с принятием горки в трав. Что-то там у нас произошло. Игрома на запястье какая-то причина. Надо знать вас больше, что с гормональной системой, что с щитовидкой, да, и с печенью, и с щитовидкой. Вот не могу сказать, нужно знать анализы ваши. Как лечить поджелудочную? Поджелудочная лечится только после того, как вы восстановили работу кишечника, печени, поработали с лимфой. И тогда вы можете приступать к поджелудочной железе. И очень часто она откликается, и совсем минимум можно рецептов применить, трав, и она восстанавливается. Но вот все по порядку, это самое главное. Как лечить поджелудочную? Завтра будет розыгрыш видео с рецептами про поджелудочную железу. Шрот или перемолотые зерна, что лучше принимать буду я и дочка полтора годика. Можно и то, и другое, если вы расторопшу умеете в виду. Но расторопша, если зерна перемолотые, то немножко больше. Допустим, если вы для взрослых столовую ложку принимаете шрота, а зерна тогда столовую ложку с горкой. Как лечить синусит при беременности? 4 недели питания вегетарианское. К сожалению, Анна, я не даю общих рекомендаций беременной, потому что, во-первых, это 4 недели. Очень нежный, очень чувствительный срок, когда нужно подбирать все индивидуально. И вообще, во время беременности все травы, мне нужно узнать вас, чтобы понять, можно вам эти травы или нельзя принимать. Есть определенные наборы трав, есть определенные рекомендации, которые можно делать беременным. Но, опять же, надо узнать, можно ли вам, либо подбирать что-то иное, другие, немного комбинировать иначе травы. Но это, понимаете, да, это ответственность за вас, за малыша. И 4 недели совсем малютка, но я вам желаю прекрасной беременности. А если нужно будет, то я работаю в программе в шапке профиля. У меня тоже есть запись на программу подготовки к мягким родам. Можете подключаться. Последний вопросик, потому что нужно бежать. На фруктах вы поддерживаете малоедение? Конечно, конечно. Это то, к чему я стремлюсь. И не скажу, что всегда у меня это получается, потому что бывает, либо заработалась, либо устала, либо слишком вкус вдохновляет меня. Но я стараюсь. Но я не могу сказать, что я вот прям малоежка-малоежка. Все, бегу. Сегодняшний эфир завершаю. Встречаемся завтра в это же время, в 13.00 по московскому времени. И будет розыгрыш завтра. Всего доброго. До свидания.